Вместе с вами на сцене пела Евгения Семеновна Мирошниченко. Вы ее характеризовали. И, конечно, театралы спорили, кто же лучше. Вот вы для себя знали, кто лучше? Вы или она? Две народных артистки Советского Союза, две привы. Знаете, мы были... Я могу сказать, что мы были очень разные. Разные. Я могу сказать, что она была замечательной певицей, я вам сказала. И ее любила очень публика. И недаром. Потому что у нее был и драматический талант, она была очень хорошая актриса. И верх был даже больше, чем нужно. Потому что в оперной литературе выше фа третьей октавы ничего нет. Она брала и соль, и ля. Но это было уже, так сказать, ну, как фокус такой, ну, как подарок публике, я не знаю. И она это иногда вставляла просто. Это можно было, да? Ну, вставлять в опере нет, конечно. В опере нет. А в концертах каких-то вот она вставляла. Это было очень эффектно. Соперничество у вас было какое-то? Вы конфликтовали, может быть, из-за ролей? Никогда. Никогда. Таких открытых конфликтов у нас не было. Никогда. И даже наоборот. Я вам скажу, что нас... Я не могу сказать, что кого-то больше, кого-то меньше одинаково любил Гонтарь. И ходил на все наши спектакли. Две звезды таких. Он ходил на все наши спектакли. И когда его спрашивали, кого вы любите больше, он говорит, когда поет Белла, я люблю ее. Когда поет Женя, я люблю ее. Я не могу сказать, кого я люблю. Я люблю их и одну, и другую. А как-то вот к галочке Олениченко он относился как-то поспокойнее, мне кажется. Евгения Семеновна обладала таким мощным характером. Вы наверняка это знаете. И я с ней дружил, и неоднократно мы встречались, общались. И когда мы с ней делали много лет назад интервью телевизионное, я не мог не спросить ее о вас. И она очень интересно рассказала о вашем таком тандеме. Я хочу вам зачитать, чтобы вы прокомментировали то, что сказала Евгения Мирошниченко. Это очень интересно. Дело в том, она сказала, что параллельно со мной или я с ней, как хочешь, у меня корона с головы не упадет, пела в нашем оперном театре Белла Руденко. Да, мы были одного плана певицы, но и только. Индивидуальность у нас была очень разная. Даже судя по тому, что Белла давным-давно уже не поет, а я еще, слава богу, на сцене. Меня, к тому же, природа более артистичными данными наградила. Не скажу более сильным голосом, но большим диапазоном, большими голосовыми возможностями. У Беллы в свое время тоже была своя аудитория поклонников. Она пела очень академично, классично, культурно. Певица была великолепная. Но дело в другом. В поклонниках у Руденко числились власти мущие, говорит Евгения Семеновна. Я не знаю. Ее муж был в течение 16 лет сначала заведующим отделом культуры ЦК Компартии Украины, а потом заместителем министра культуры. Этим все сказано. Дальше Евгений Семеновна вспоминает. Мне было очень обидно на одной из первых декад Украины в Москве, когда звания сыпались на всех с щедрым дождем. Мы шли с Руденко параллельным курсом. И, скажем так, я не хуже ее пела. Но звание народной артистки СССР дали лишь ей. По окончании декады был, помню, прием. Выпивали, закусывали, пели. А у меня на душе кошки скребли. Очень обидно было. Никита Сергеевич ко мне подходил, утешал. Но зато было намного приятнее, когда потом не к какому-то празднику, а просто так я это звание получила. Оно было заработано честно. Как вы можете прокомментировать слова Евгении Семеновны? Ну, это ее мнение и ее слова. Это как она, так сказать, хотела, так она говорила. Это ее дела. Я к ней относилась, я вам сказала, как. И сейчас отношусь с большим уважением и большим уважением к ее памяти. Но она была немножко, конечно, излишне, как вам сказать, эмоциональная иногда. Да, да. И поэтому и вот ее мнение, вот такое вот у нее мнение. Но даже более того, она не пропускала ни одного моего спектакля. Она обязательно сидела в ложе дирекции. Как интересно. Да. А я никогда не ходила на ее спектакли. Или если я иногда бывала, вот я где-то ее там, допустим, не слышала, то я садилась где-нибудь так, чтобы она меня не видела и из-за этого не нервничала. Она, когда сидела у вас на спектаклях, она хотела что-то взять, посмотреть, как вы трактуете тот или иной образ? Нет, она сидела обязательно в первом ряду, чтобы я ее видела. Это был ее характер. Ну, что теперь делать?